Красная шапочка Красная шапочка Пожалуйста, мамочка, у тебя столько дел Я добегу до бабушки и вернусь Ты не успеешь и глазом моргнуть Ну хорошо, но одевайся потеплее Девочка надела свои красные сапожки и красную шапочку Взяла корзинку с пирожками, которую приготовила для нее мама И отправилась в путь Не сворачивай с тропинки Возвращайся домой до темноты Хорошо, мамочка В лесу было и правда холодно И было море снега Красная шапочка радостно шагала по зимнему пейзажу В глубине леса она встретила молодого охотника Он охотился на волка Который повадился воровать в деревенских домах еду и скот Никогда не думал, что буду праздновать Рождество в одиночестве Но сегодня я поймаю тебя, злой волк И от этого в новом году все станут гораздо счастливее Волк держал в страхе всех фермеров И в тот день он как раз выбрался за добычей Терпеть не могу эти снежные дни Зимой невозможно найти еду Тем временем красная шапочка продолжала свой путь к бабушке Но вдруг увидела среди деревьев детеныша газели Бедный малыш дрожал от холода Бедняжка, как тебе холодно! Красная шапочка захотела помочь И двинулась вслед за газелью Но та, завидев девочку, убежала Подожди, не убегай! Я не причиню тебе вреда! Я хочу помочь! Маленькая красная шапочка убежала за газеленком глубоко в лес Он был такой тонкий и быстрый, что скоро скрылся из виду Красная шапочка еще какое-то время продолжала идти за ним Но вскоре поняла, что не сможет его найти Тогда она оглянулась и увидела, что теперь была далеко от тропинки Она никогда не бывала в этой части леса А снег заполонил все вокруг и не давал возможности понять, где она находится Она думала, что сможет найти обратную дорогу по своим следам Но следы уже замело снегом Красная шапочка поняла, что заблудилась И горько заплакала У-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху-ху! Как же мне теперь быть? Ау-ху-ху! Помогите! Помогите! Кто-нибудь слышит меня? Ау-ху-ху-ху! Кто-то ее действительно услышал Но это был никто иной, как злой волк Ау-ху-ху! Есть здесь кто-нибудь? Волк шел на голос И вскоре увидел маленькую красную шапочку Он подошел к ней ближе Увидев волка перед собой Красная шапочка ужасно испугалась И закричала Помогите! Здесь волк! Кто-нибудь! Помогите! Помогите! Пссс! Не кричи, не кричи Я не собираюсь обидеть тебя Я услышал твой голос И пришел помочь Красная шапочка поверила волку И перестала кричать А теперь скажи мне Что такая маленькая девочка Делает в лесу совсем одна? Я несла пирожки своей больной бабушке И заблудилась Оу! Я никогда не видел здесь людей И где же живет твоя больная бабушка? Маленькая красная шапочка Не хотела рассказывать волку о том Где жила ее бабушка Она все еще сомневалась в том Желает ли ей волк добра Я не могу найти бабушкин домик Находясь здесь Если бы вы могли проводить меня Обратно до лесной тропинки Я бы нашла дорогу Что ж Тогда просто следуй за мной Волк отправился вперед А красная шапочка последовала за ним Надо ли говорить о том Что у волка был коварный план Как только мы окажемся на тропинке Девочка покажет мне Где живет ее бабушка Тогда я сначала съем ее А затем съем ее бабушку Ха-ха-ха-ха-ха-ха Вот это я называю Новогодним торжеством Вскоре красная шапочка и волк Добрались до тропинки Ну вот мы и пришли Теперь ты вспомнила Где дом твоей бабушки? Все, о чем теперь мечтала Красная шапочка Так это о том Чтобы избавиться от волка И поскорее добраться До своей бабушки Спасибо Теперь я легко найду дорогу Это не так далеко Это красный домик На опушке леса Как раз в этот миг Красная шапочка поняла Что совершила большую ошибку Но было слишком поздно Оу, правда? Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе Волк открыл свою пасть И направился к красной шапочке Чтобы съесть ее Но тут он услышал выстрел И в страхе убежал Красная шапочка Красная шапочка была спасена И со всех ног Бросилась к домику бабушки Тем временем охотник Который продолжал искать волка Увидел его следы на снегу Я знаю, что ты где-то здесь Я найду тебя После своего холодящего душу приключения Красная шапочка Наконец оказалась у домика бабушки Она постучала в дверь И услышала голос бабушки Дверь открыта, моя дорогая Входи Красная шапочка была немного удивлена Голос у бабушки был странный Этот голос не похож на бабушкин Наверное, это потому, что бабушка простудилась Красная шапочка открыла дверь и вошла Все шторы были закрыты В темной комнате лежала бабушка Закутавшаяся в одеяло Спасибо большое, что пришла, милая Что же ты принесла мне? Мама приготовила удивительные пирожки Она сказала, что ты не сможешь Присоединиться к нам в праздник Поэтому я пришла навестить тебя Ты поступила хорошо, моя девочка Подойди же ко мне поближе Чтобы я могла разглядеть тебя Красная шапочка подошла к кровати бабушки Но у нее появилось плохое предчувствие Ближе, дорогая Еще ближе Красная шапочка подошла еще ближе К бабушкиной кровати Бабушка выглядела очень странно Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя А почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя А почему у тебя такие большие руки? Это чтобы лучше обнимать тебя А почему у тебя такие острые зубы? А это чтобы лучше съесть тебя Вдруг из бабушкиной кровати Выскочил волк И бросился прямо на красную шапочку Помогите! Помогите! Вернись же! Ты не убежишь от меня! Красная шапочка выскочила из домика бабушки И побежала прочь Но волк был быстр Он не отставал Как раз в тот миг Когда уже собирался наброситься на девочку Волк почувствовал Что его нога в чем-то застряла И тут же он оказался подвешенным на дереве Когда красная шапочка остановилась и оглянулась Она увидела, что волк попал в ловушку Она подошла к нему Скажи, злой волк Где моя бабушка? И что ты с ней сделал? Скажи мне! Он ничего не смог с ней сделать Не беспокойся Красная шапочка обернулась И увидела охотника Который как раз подошел к волку С твоей бабушкой все хорошо Она отдыхает в моей хижине Когда я услышал, что твоя бабушка больна Я отправил ее в свою лачугу Чтобы защитить от волка И я приготовил ловушку для волка К счастью, мы поймали его до того Как он мог бы причинить тебе вред Плохой волк Он проник в дом моей бабушки Нарядился в ее одежду И пытался поймать меня Но я чувствовала, что происходит что-то странное Что ж, пойдем к твоей бабушке А что до волка Мы поддержим его здесь в новогоднюю ночь Я позабочусь о нем завтра Охотник и Красная Шапочка Отправились к хижине А волк кричал им вслед Эй, стойте! Не оставляйте меня здесь одного! Был уже вечер Красная Шапочка, бабушка и охотник добрались до дома Красной Шапочки Мама ожидала девочку на пороге с беспокойством И была очень счастлива увидеть ее живой и невредимой Моя дорогая доченька, где ты была? Мама, ты здесь! Скажите мне, что случилось! Я расскажу тебе все, мама Но прежде я хочу извиниться Я не послушалась тебя И свернула с тропинки в лес Ты не поверишь, что случилось потом Я никогда больше не ослушаюсь тебя Красная Шапочка и ее мама, бабушка и охотник Провели этот Новый год вместе Они ели вкусные блюда Танцевали и радовались празднику Ну а для волка это был худший Новый год в его жизни Что ж, по делам Давным-давно в маленьком домике посреди дремучего леса Жила мама-коза со своими маленькими козлятами Жили они очень счастливо Козлята были милые и ласковые А всего их было семеро Мама-коза, как и все мамы, очень любила своих малышей И как могла, защищала их от волка Однажды собралась коза за пропитанием для своих козлят А перед уходом собрала их вместе И строго наказала Милые мои козлятушки Я иду в лес за пропитанием Не открывайте дверь никому Если волк зайдет в наш дом Он съест всех нас заживо Но как мы узнаем, что за дверью волк? У волка грубый голос А у меня голос ласковый Значит, вы сразу узнаете его Коза уже было направилась к выходу Но тут вспомнила еще кое-что Она повернулась к козлятам и сказала Еще кое-что Ноги у волка черные, а мои белые Не беспокойся, мамочка! Не! Мы сумеем постоять за себя! Мама-коза поцеловала своих козлят одного за другим И отправилась в лес А тем временем волк наблюдал за домиком издалека Он увидел, что мама-коза ушла Подождал немного А затем подобрался к домику и постучал в дверь Козлятки, откройте дверь Я ваша мама принесла для вас вкусную еду Но маленькие козлятки сразу распознали грубый голос волка Они закричали сквозь закрытую дверь Ты не наша мама! Ее голос нежный и красивый! Ты волк! Ты нас не перехитришь! Волка очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят Тогда он пошел в магазин Купил большой кусок мела И съел его Теперь его голос звучал намного нежнее Он вернулся к домику и снова постучал в дверь Теперь волк заговорил нежным голосом Мои маленькие козлятушки, откройте дверь Это ваша матушка Я принесла из леса еды для вас всех Услышав нежный голосок, козлятки решили, что это их матушка Они уже готовы были открыть дверь Но тут один из них закричал Подождите! Давайте посмотрим на ноги того, кто стучит! Конечно же, заглянув в щель под дверью Козлята увидели черные волчьи ноги Мы не откроем тебе дверь! Ножки нашей мамы не черные! Они белые! Ты волк! Волк ужасно разозлился и ушел ни с чем На этот раз он пошел в булочную Увидев перед собой волка, булочник удивился Я стал вегетарианцем! Теперь я буду есть только печенье и булочки Не дадите ли вы мне немного муки? Волк вышел с небольшим мешочком муки Подойдя к домику козлят, он открыл мешочек И насыпал муки себе на ноги Теперь его ноги были белые И хитрый волк постучал в дверь в третий раз Мои маленькие козлятушки, это ваша мама Я принесла вам немного еды из леса Покажи нам свои ножки, чтобы мы поняли, что ты наша мама Волк показал им свои ноги, обсыпанные мукой Когда маленькие козлятки увидели белые ножки Они поверили, что перед ними матушка И открыли дверь Но что же они увидели? Прямо перед ними стоял волк Маленькие козлятки не знали, что делать Они стали бегать по дому и кричать от страха Не тратьте свое время, я поймаю всех вас Один из маленьких козляток спрятался под стол Другой под кровать Третий залез в печь Четвертый укрылся на кухне Пятый прыгнул в шкаф Шестой схоронился за шторой Седьмой малыш залез в огромные часы на стене Но хитрый волк был проворен И поймал их всех одного за другим Где бы они ни прятались Идите сюда, не убегайте Я сказал, стойте! И только одного козленка волк не смог найти Того, который спрятался в больших часах Но волк был уже сыт И прекратив свои поиски, ушел из домика Недалеко от домика была поляна Волк улегся под деревом И громко захрапел Через некоторое время Мама коза вернулась домой Увидев открытую дверь Она поняла, что случилось что-то плохое И закричала Ме-е-е-е-е Козлятки! Сойдя в дом, мама коза пришла в ужас Столы и кресла были перевернуты Шторы разорваны Подушки, простыни, одеялы Валялись на полу Мама коза стала искать по дому Своих маленьких козлят Но не могла их нигде найти Она звала их по именам Одного за другим Но никто не отвечал Наконец, она позвала по имени самого младшего козленка И вдруг услышала тоненький голосок Мамочка, я внутри дедушкиных часов Мама коза подбежала к дедушкиным часам И достала оттуда козленочка Маленький козленок, плача, рассказал о том, что приключилось с его братьями Волк пришел к нам, замаскировав свои лапы, изменив свой голос Он съел всех моих братьев Мама коза была вне себя от горя Она стала оплакивать своих маленьких козлят Вместе с единственным оставшимся козленком Она вышла из домика и направилась в лес Вскоре она увидела волка, спящего под деревом Он так сильно храпел, что даже ветви дерева сотрясались от его храпа Мама коза оглядела волка и вдруг заметила, что внутри него что-то шевелится Неужели мои детки у него в животе и до сих пор живы? Тут у нее появился план Принеси мне нитку, иголку и ножницы Маленький козленок побежал домой А мама коза тем временем собрала шесть больших камней Через некоторое время маленький козленок вернулся с ниткой, иголкой и ножницами Мама коза вспорола волку живот И оттуда сразу выскочил один из ее маленьких козлят Один за другим выскочили и остальные козлята Все они были невредимы Мама коза не могла поверить своему счастью А козлятки радостно обняли маму Ах, мои маленькие козлятушки, вы живы и здоровы Мама коза набила собранными камнями живот волку А затем, взяв иголку с ниткой, зашила его Волк так крепко спал, что ничего не почувствовал И даже не шевельнулся Мама коза и ее маленькие козлятки поспешили домой Когда волк проснулся и встал на ноги Он понял, что у него очень болит живот Он подумал, что съел слишком много козлят Из-за того, что живот волка был полон камней Ему захотелось пить Он пошел к реке, чтобы попить немного воды С каждым шагом волка камни в его животе бились друг об друга Мой живот такой полный и тяжелый Как будто козлята, которых я съел, превратились в камни Он наклонился, чтобы попить немного воды Но из-за того, что камни были очень тяжелы Волк потерял равновесие и упал в воду Волк кричал о помощи, но никто ему не помог Камни сделали волка очень тяжелым И вскоре он ушел на дно реки Помогите! Спас что-то! Помогите! Я помог! Помогите! Увидев, что случилось, мама коза и ее маленькие козлятки побежали к реке Волк погиб! Волк погиб! Волк погиб! Волк погиб! С этого дня коза и ее козлята больше ничего не боялись И жили долго и счастливо в своем уютном домике в лесу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова